Приветствуйте, уважаемый зритель, на связи Павел Чернышев и в этом видео я бы хотел показать, а точнее продемонстрировать результат работы с проектом Ябанкир. На сегодняшний день проект Ябанкир уже завершил свою работу и пришло время подводить итоги и пожинать плоды, как говорится, считать цыплят. К сожалению, проект Ябанкир относится к тем проектам, по которым я очень часто не записываю такие отчеты о доходах и результатах. Не записываю лишь по той причине, что когда эти проекты закрываются, у них сайт недоступен и показать, собственно, нечего. А то, что ты можешь показать, то больше скорее вызовет вопросов и сомнений у людей, нежели подтвердит твои компетентности и какие-то там результаты. Вот проект Ябанкир относится именно к этим проектам. Если мы сегодня зайдем на сайт проекта Ябанкир, то у нас он абсолютно недоступен. В личный кабинет мы зайти не можем и, собственно, показать нам нечего. Все доходы, все наши результаты находятся в личном кабинете. Если нет доступа в личный кабинет, то по факту показать мы уже ничего не можем. Но я все-таки решил рискнуть и попробовать в этом видео показать некие другие факты, другую информацию, подтверждающие на то, что в этом проекте все-таки можно было заработать деньги, а не потерять. Что, собственно, я и сделал. Итак, давайте перейдем к небольшому анализу, к небольшому мини-отчету по результатам работы с данным проектом. Для начала давайте установим дату вообще открытия данного проекта и дату моего вклада. Обзор о данной кампании я опубликовал 4 марта 2016 года на своем сайте. А дата старта проекта была 3 февраля 2016 года. По факту давайте дату старта возьмем 3 февраля 2016 года. Мой вклад в этом проекте был и факт его наличия можно подтвердить при помощи вот этого скрина. Вот видим 150 долларов был мой депозит в проект Ябанкир. Дата, к сожалению, здесь не выставляется. Было бы удобно, конечно, если бы на данном скрине была дата отправки, но, к сожалению, ее нет. Я также пробовал зайти в свой аккаунт на перфекте и промотать историю для того, чтобы показать дату вклада в этот проект, но почему-то у меня не получается. Видимо, то ли перфект не позволяет на несколько месяцев назад мотать историю, то ли я чего-то тут недопонимаю еще. Потому что вот сегодня, к примеру, у нас 27 июля 2016 года, но тут почему-то дата выбирается максимум 12 июля. То есть 7, 6, 5 июня и тем более июня я не могу выбрать. Вот почему не могу выбрать, не пойму. Давайте попробуем апрель взять. 20, о, подождите, получилось. Ну-ка еще раз. 23 апреля. Ага, вот, сообразил. Видите, как прям в процессе видео. Так, теперь давайте посмотрим все-таки, когда примерно я входил в этот проект, чтобы нам найти момент входа. То есть подтвердить то, что именно этого числа я завел деньги в данную компанию. Вот я нашел дату, когда я входил в этот проект. Это было действительно 27 февраля 2016 года. Вот видим, 150 долларов я вложил в проект ЯБанкир. Далее, начиная с 27 февраля, я каждый день получал по 1% в день. Депозит был включен в данную выплату. Итого мы можем уже математически посчитать. Если у нас доходность была 1% в день, дата вклада была у нас 27 февраля 2016 года. Депозит мой был 150 долларов. Далее мы можем уже просто очень посчитать, сколько я заработал до 20. Давайте посмотрим теперь дату последней выплаты с проекта ЯБанкиров. Для этого нам опять же необходимо перейти в кошелек PerfectMoney. И теперь нам необходимо промотать на самое последнее число. Сегодня у нас июль месяц. Давайте выберем здесь июнь. Пусть будет 20.30. А здесь у нас выберем июль. Июль. Пусть будет тоже 30. Поиск. Проскроливаем в самый низ. И видим последнюю выплату из проекта ЯБанкир. Я получил 19 июня, точнее июля 2016 года. Вот теперь считаем с 27 февраля по 19 июля 2016 года. Сколько это у нас месяцев и сколько я за этот срок заработал. С 27 февраля по 27 июня 2016 года у нас прошло 4 месяца. Март, апрель, май, июнь. 4 месяца. 4 месяца это у нас получается 122 дня. 122 дня по факту это 122%. То есть за 4 месяца я уже заработал плюс 22% в этом проекте. 100% это я отбил свой депозит. И 22% это чистая полученная прибыль. Теперь нам необходимо почитать количество дней с 27 июня по 19 июля. Когда я получил последнюю выплату. Итого у меня получилось 22 дня. А возможно я где-то ошибся. Можно пересчитать. Ну я вроде бы проверил на 2 раза. 22 дня. С 27 июня по 19 июля получилось ровно 22 дня. Соответственно к этим 122% мы можем прибавить еще 22. Получается 144% общая прибыль. 100 из которых это тело моего депозита и 44% это чистая прибыль. Факт того, что я выводил деньги вы можете посмотреть на моем блоге. Здесь регулярно постил скрины. По выводу видим, что весь профит я выводил из данного проекта. Здесь конечно не все 100% скринов. Потому что некоторые скрины там по одному, по два, по три доллара были. Я их не постил конечно же. Но факт того, что я выводил деньги из проекта Ябанкира, а не копил их там. Вы можете убедиться в этом, посмотрев на скрины, которые я публиковал на своем блоге в обзоре данного проекта. Вот собственно и результат. 44% плюс 44% в проекте Ябанкир. Сказать, что этот проект отработал плохо или что администраторы плохие люди я не могу. Потому что я в данном проекте заработал, а не потерял деньги. Поэтому я считаю, что проект отработал хорошо. Он прожил буквально до середины лета. Это очень хороший показатель. И все, кто правильно вошел, правильно вышел, остались здесь в профите. Поэтому администраторам данного проекта я говорю большое спасибо. И мое им пожелание создавать почаще и побольше таких интересных, хороших и долгосрочных проектов. На этом мой анализ подходит к концу. Как видим, он довольно-таки объемный и не совсем понятный может быть для кого-то. Но по-другому, я считаю, сделать никак нельзя. В случае, если у нас, когда проект закрывается и сайт недоступен, личный кабинет недоступен, то по-другому как-то подтвердить факт того, что ты вообще работал в этом проекте и что-то там заработал нельзя. Только вот такие вот кусочки информации, когда зашел, когда вышел, сколько была доходность, выводил ли ты прибыль и так далее. То есть, показав в составе все эти пазлы, в единую картинку, ты можешь получить ответ на вопрос. Как видим, я в этом проекте заработал плюс 44%. Благодарю вас за внимание. С вами был Павел Чернышев и до встречи в следующих видеоотчетах. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!